Едем в Грузию. Остановились в предгоре Кавказа, а там вдали уже видать горы. По московскому времени сейчас примерно пол четвертого, 15.36. Вот остановились недалеко от трассы, здесь ее не видать, но слышно как машины идут. Сегодня 11 июля 2013 год. Слава Богу за все. Сегодня 12 июля, день памяти Петра и Павла. И вот мы находимся в Грузии. Большая задержка была на таможне, нигде такого не было. Запломбировали нашу машину, заходить нельзя. Бензин затащить надо было там, канистру с нами здесь. Но все-таки пробрались сюда вот. На площади-то первая остановка, где можно было сделать ее. Вот утром встали, видим гора со снегом, 12 июля 2013 года. Представьте Грузия. Вот когда говорят благословенная страна, у меня почему-то воображение всегда так, благословенная Грузия. Какие облака, какая красота. Красота это смотреть. А как ходить по ним, по горам, по этим. Сейчас лежу 20 крупного рогатого скота, прогнали скотину. Вот между домами видно, там вон где горы. И вон там дальше на горах пасутся коровы. Вот видать. Если корова упадет, она до дома будет катиться. Тут даже смотреть страшно. Я потихоньку встал, потому что сидели сидели, а я все-таки там лежал. Ну и вывел собаку. Он привязал его к кусту, а он на самом куст на обрыве. Я думаю, как его привязать-то больше негде, людям мешается. Пошел искать туалет. Туалет это нет. Без воды я и без хлеба могу прожить. Вот тут в подвале лаваш пекут два старика. Я познакомился, опять ходил, они сказали не нашел. Потом указали куда. А сам думал, собака-то моя теперь. Вот он, видишь, что делает? Пусть обгрызает. Думаю, если собаки на него нападут, он повисит. На это туда кинется дальше. Ну и пропали. Так я не знаю, как бегом, считай, бежал сюда. Как его спасти-то? А он никаких сидит. Вокруг собаки мы собрались. У него подходить ни одна не подходит. Видать, силу его чувствует. Видите, как облака. И эти облака с теми облаками на фоне прямо сходятся. Вот видно где. Между облаками просвечивают горы, уступы. Вот это у них тут памятник. Мне очень понравился. Можно маленько подойти, даже снять. Тут одна грузинка шла. Такая пожилая, лет 65, наверное. И коров она потом погнала. Я говорю, а кто это? Она говорит, Александр. Я не понял. Какой? Александр освободитель? Она говорит, нет. Это писатель у грузин был такой. Такое мудрое лицо. Видать, одежда такая. Холодно. Руку там. Мудрость жизни познавший человек. Смотрим вдаль гору. Очень удачно. Но площадь вся захламлена. Возле него там мусором все завалено. Все разрушающееся такое. Видать, замерзает зимой, когда и холод рвет этот. Даже вон парапеты. Все-все-все разбитые. Никто, видать, здесь не смотрит, ни копейки на это не тратит. Но самое главное, что есть площадь. Нам сейчас надо на таможню, чтобы пять экземпляров для Грузии взять. А остальное опять запечатывают. И пойдем в Армению. Вернемся. Это будет где-то у них на таможне. Остальные наши экземпляры, книг. По 35 книг. Ну и далее уже как-то сейчас выйдем. Отцу на уму позвоним. Вот. Он здесь. Это мой крестник. Дальше уж как Господь даст. Так будет. Все? Поехали. Поехали. 12 июля 2012 год. День Петра и Павла. Мы едем в Тбилиси по грузинским замечательным, в кавычках, дорогам. Вот мы как прыгаем. Там и щели глубокая. Виды прекрасные. Местами даже снег виден. Среди лета. А высота над уровнем моря почти два с половиной километра. Так высоко мне еще не приходилось подниматься. Уши натыкает. Даже уши. Вот в раз. Игнат Тихонич говорит. Прямо. Чувствуется. Особенно у пожилых. Я читал об этом. У пожилых людей эти перепады чувствуются. Это когда мы ушли. А потом он начал запечатывать. Вначале кое-что брать, ну и взяли, вот внизу покажи, тазик красный. А в нем лежал, лежали один огурец, два помидора и несколько картошинок. Это сварила в шахтах Суворова Зинаида Владимировна. Ну, ребята, моих нету, чашку ставить некуда. Я в темноте, на ощупь, думаю, ну что ж, куда девать-то. Ну и взял, да и съел. Оставил один огурец. А в русских пословице есть такая, что жена такая пьянка. Конечно, последний огурец. Вот, вытаскивают наши канистры. Она с нами ездила канистры в прошлом году, 50 тысяч километров. И нынче уже больше 21 тысяч. Никто не трогал. Страны, Европы, больше, Германия, Бенгрия. А вот только в Грузии это, все оттуда вытаскивают. И затащить туда, в купе, где мы сидим, в столовую. Вот все, затащили, я не перелезти, не вылезти, ничего не могу. Теперь, ну, маленько до собаки пощерпнул, галушек один, сухарей тут взяли, не знаю, как, что будет. Только надеемся, что Господь проведет, мы встретимся с отцом на умном, со своим. Открытые снегом частично, среди лета. Вот так разворачиваются на дорогах Грузии грузовики. Азербайджанские. Азербайджанские, подсказывает, брат. Нам говорили, говорит, самое может у вас неприятное быть в Азербайджане. Они, мужики там такие. Дорога с серпантином держит. Они очень большие. Они вообще не сердитые. Вот. Ну, сейчас вот эти фрукты поехали либо на Алтай, либо еще куда-нибудь. И цена у них...